Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада с вами Наталья! Ну что, среда, средец, недели уже конец практически. Среда это маленькая пятница. Ну что, погода у нас осенняя, очень холодно. В том смысле, что данный момент за окном всего лишь плюс 2 градуса, днем не больше пяти. Дождь обещают, нам всю неделю обещают дождь, он идет. Холодный дождь, холодный ветер северный. Я вчера ездила по делам, прошла километров 5 или 7 пешком, хотя была в теплой куртке и в осенних сапогах, но, честно говоря, руки замерзли, перчатки не взяла, руки замерзли. И лицо обветрило в таком смысле, что я приехала, когда домой, лицо начало гореть от холодного ветра. Холодно, очень холодно, такая неприятная погода. Ну что сделаешь? Осень. Вчера Быкова вышла в стрим. И как всегда, под громким названием. Я ухожу с Ютуба, под вопросительный знак. А это тебя надо спросить, ты уходишь с Ютуба-то? Но она у нас, как Алла Борисовна, уже который раз целует сцену и кричит. Я ухожу, я ухожу, а все остается. Да. Вчера это была замануха очередная. Ее, видно, за выходные проработали, обработали, мозги вставили на место. Но все равно она вчера несла такую околесицу, что даже ей кто-то позвонил. Я не знаю, позвонили насчет Лешки, позвонила Лимашка Козлодоева. Она очень нервничала, кусала губы. Но что-то ей говорили не очень приятное. И после этого ее еще больше начало штырить. То, что она вчера несла такую околесицу. По поводу ее статьи, там вообще, я не знаю, Быкова несет специально так, чтобы обсуждали. Или она сама запуталась. Я еще раз хочу сказать. Быкова, возьми свой паспорт, возьми свидетельство о рождении своих детей, перепиши, повесь в рамочку, чтобы не забыть, когда кем ты забеременела, когда ты первый, второй раз, третий раз выходила замуж, когда ты была девственницей. И вот каждый стрим у тебя перед монитором должна стоять эта табличка. И когда статьи пишешь. Вчера она уже родила Лешку, о, Лешку, блин. Федю 15 лет, но только в ноябре ей исполнилось 16. Стоп. Ты у нас с 85-го или с 86-го года. Если с 85-го, то Федя получается не с 2002-го, 2001-го. Где в этой сказке нет порядка? Где какие цифры перепутались? И еще одно. Она в одной статье пишет, что она в 15 лет была глубоко уже беременная, а в другой пишет, что она целых больше года... А, говорит, что она с ним встречалась больше года. Познакомилась она в свои 14 лет, больше года встречалась, но в 15 уже была глубоко беременная. Ничего не понятно. И опять же, ровно через год она родила Женю. Насколько я знаю, Женька 2004-го года. Это 2002-го, это 2004-го, вообще-то почти два года. Почти два, но не год. Там год 9 месяцев, но не год никак. Опять вранье. Но мы уже привыкли к этому. Это только хомяки, они рыбки-дори, они не помнят ничего. Ничего не помнят, что им говорят. Они не могут 2 плюс 2 сложить, поэтому и шлют деньги. Вчера я кидала. Кидала за границей. Но кидали наши бабуси. Кто получил пенсию? Тысячу, тысячу, пятьсот. Ну, значит, богато живут. Да. Только потом бегут к детям и говорят, мне нет денег на хлеб. Сначала кидают быковые, а потом бегут к своим детям. Взрослые дети, обратите внимание, когда ваши родители живут отдельно, и если они еще одиноки, проверьте счета, куда они свои денежки пересылают. Туда ли или не туда. Ну и всему веселью было, что она теперь будет вести вебинары про семейную жизнь? Это человек, который родился. Даже я не знаю, как отозвать. Она вчера сказала, мама, бабушка, ребенок – это гомики. Тогда, значит, ты и мама – это семья лесбиянок. Получается так. Если где в семье воспитывают ребенка, то это гомосексуальная семья без отца. Ты вообще в своем уме? Ты какую хрень несешь? Да, если в семье мама и бабушка воспитывают мальчика, это не есть хорошо. Но если воспитывают девочку, а почему бы нет? И поэтому Быкова вчера такую околесицу несла. Потом она начала рассказывать про Машку и Андрюшку, козлодоевых. И говорит, ой, это мои такие друзья, я их так люблю. И когда она с ними познакомилась, это была замануха, чтобы они привезли ей козла, козлика, и чтобы она с ними познакомилась, они ей очень нравились. Так нравились, так нравились. Она даже вчера сказала, вы понимаете, вчера нашу девочку понесло на извращение. То есть мозги у нас уже, знаете, что у пьяного на языке, то у трезвого в голове. Так вот вчера она своими словами через свой гнилой рот сказала, плохо, что у нас нет шведской семьи. Вы поняли намек? И еще, сколько раз она говорила, Маш, я, кстати, я вышла замуж. Ну, потом шутка, шутка, шутка. Это что за наклонности? Это что за пропаганда? В общем, вчера она такую хрень несла, и поэтому я хочу сказать, просить, Быкова, а у тебя какая? Лесбианская в данный момент в семье или гомосексуалисты или гомики? Объясни, пожалуйста. У тебя получается так, что у вас в основном одни девки, воспитываешь ты, мужа у тебя нету, у тебя есть няньки, приходящие домработницы. Ну, так как работник живет в сарае, то есть ты воспитываешь такую же однополую семью. Ну, с твоей точки зрения, не с моей. С моей точки это с садом с гоморрой. Объясняю, почему. Дети с рождения видят, что у мамы меняются мужья, мужики и просто проходной двор. Мама выходит, и ото всех плодится. Какой бы мужик не появился, она сразу плодится. Но мужчины приходящие и уходящие, а мама вечно ждущая большой любви, да, которая, ну, никак не приходит. А оказывается, большая любовь у нее только к Машке Козлодоевой и к деньгам. И, в общем, вчера она такое окоресице унесла. Под конец ее, я не знаю, что она употребляет, но под конец у нее такая эйфория пошла, это просто трэш. И она опять же говорит, я ничего с Ютуба не получаю. Так, значит, ты занималась на Ютубе только когда платили, когда перестали платить, ты быстренько один канал закрыла, ну, не закрыла, просто перестала туда выкладывать. Второй стала выходить раз в две недели, ну, стримы, может, раз в неделю, да. И ты сказала, что с Ютуба ты не уйдешь. Ты вчера опять же открытым текстом, своим тупоголовым говорила, я никуда не уйду. Пока вы мне донатите, пока есть стримы, я никуда не уйду. Вы понимаете? Это блогер, который не показывает, не учит, не рассказывает. Он будет сидеть на Ютубе, потому что можно сорвать бабла. Вот и вся Быкова, вся ее сказка. А вчерашние ее, а до анкеты, анкеты она заполнила. Для чего? Я интересна мне. Вот бабусики, которые ей донатят на вебинары, пойдут, как воспитывать детей. У нее нет педагогического образования. Я не вижу, что у нее воспитаны дети. Что у нее такие прям вот звезды планеты. Один где-то сидит в подполье, белая мышь. Вторая мотается, не может личную жизнь устроить, ни учебы, ни работы мотается. Но, но, у нее дети так много денег зарабатывают. И тут же, вот понимаете, вот она сама себе противоречит. У меня дети так много зарабатывают. Они хотели меня на море отправить, но я отказалась. Мне же надо ехать с Варей. Не поняла. Я сказала, что я не поеду, так много зарабатывают, что вот готовы были меня на море хотя бы не купаться, но походить по бережку. А за границу детей не хватит деньги вас отправить? В Египет, в Арабские Эмираты. Там круглый год море и жарко, и можно купаться. Слабо? На Кубу отправить маму. Таких денег нет. Понятно. Но ты все время быково кричишь. У меня 11 детей. Даже те, которые взрослые, они от меня зависят. И финансово зависят. Никак не могу понять. Они зарабатывают или они от тебя финансово зависят. Дальше. Из первой тройки третий. Подследствие. Хорошо воспитала мальчика. Да. Неизвестно, что будет дальше. Сейчас чуть подрастет Саша. Будем смотреть, как другие будут. Дети воспитаны. Ты не воспитанием детей не занимайся, от слова вообще не занимайся. У тебя растут они сами по себе. Они друг друга воспитывают, друг друга учат. ты же сама рассказывала. Тебе не надо было последующих детей приучать к горшку. У вас каждый старший приучал младшего. Только почему-то до сих пор огромные размеры больших памперсов для трех-пяти лет. Памперсы. И матрасы все удытые. Это так дети, приученные к горшку. Супермама. Поэтому вчера все видели и слышали. Там у нее много чего она наговорила. Да. Она опять же говорила, что хейтерам будет не на что жить. Я не хейтер. Я обзорный канал. Я рассказываю о том, что я вижу. О том, что я слышу. Только это как я слышу, так и преподношу. И дальше не домысливаю, а разворачиваю тему. Что нам будет нечего есть. Быкова. Ты очень высокого о себе мнения. Если ты уйдешь, мы найдем темы, о чем разговаривать. Ты понимаешь? У меня многие мои подписчики, я не раз уже говорила, просят поговорить на другие темы, которым ты уже вот тут вот сидишь. Если не вот так вот. Поэтому не переживай. Мы себе пенсии заработали. Да. Что ты так переживаешь за нас? Тебе YouTube не платит, а мы на тебе прям обогатились. Да. Прям вот денег у нас. В общем, подводим итоги. Семья у них это садом с гаморой у Быковой, лично у Быковой. Дальше что? С YouTube она не уйдет, пока есть стримы, и ей платят бабло. у нее извращенная фантазия. Она хочет или шведскую семью, или она хочет Машку. Так. Что еще она вчера наговорила? То, что у нее золотые дети, дети богатые, но при этом она их содержит. Ну, в общем, какая-то белиберда. Да. Получается какая-то белиберда. Ничего не понятно. В общем, каждый раз только разводим руками. Статья это вообще я даже вот пробежалась быстро, и это вот, вы понимаете, это вот сегодня слева направо говорю, а затем справа налево. В общем, теперь к Борье привязалась она. Как она жила с Борьей? Ну, Быкова уже все обсосали, все уже высосать не из чего про Быкова говорить. Уже все знаем. Боря. Сейчас Боря кончится тема. Санек пойдет. И вот это вот будет без конца опять вернется к Быкову, к Бори, к Саньку, и пока кто-то какой-нибудь другой кабальеру не появится на ее горизонте. Да. Ну, все, наверное, что-то я сегодня очень разговорилась, всего так много, но вчера же Быкова тоже столько всего наговорила. Вчера опять сиську вывалила, да. Только я поняла, что Варька-то голодная после ее сиськи-то, да. Как она капризничала, как она злилась, что там ничего нету, но это все равно пихает ей сиську. Хотя Сашка кормила ее с бутылки, все прекрасно было. Все, мои дорогие, всем пока-пока, до встречи. У меня сегодня опять беготня, я думала, на пенсии дома посижу. Вот, фиг вам, то одно, то другое, то третье. Все, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!